Бывает так иногда. Хотите сделать видеорецензию на какую-нибудь малоизвестную фигню, а популярный зарубежный блогер с тоннами подписчиков успевает это сделать до вас. Впрочем, уверяю вас, все совпадения случайны. Так или иначе, обзор на совместный проект Франции и Перу, полнометражный анимационный мультфильм Лос или Жоанна Та. Или, как перевели его у нас, Двигай время. Но давайте начнем с самого начала. Аронекс Анимейшн Студиос представляет. Стоп, так не делается. Они уже напортачили. Давайте заново. Аронекс Анимейшн Студиос. Вот так-то лучше. А теперь, по данным кадрам, догадаетесь, в каком году сняли этот мультфильм? Просто попробуйте угадать. В 2012-м? Нет. В 2012-м году после рождения Христа, а не до, как вы могли подумать, первым делом нас знакомят с основными героями, а именно с командой одаренных детей из четырех человек. Аристотель – гениальный программист. А еще он рыжий. Вот, собственно, и все. Наименее раздражающий персонаж из всей шайки. Возможно, потому что у него было очень мало реплик. Николь нужна для того, чтобы в команде был женский персонаж. А еще она владеет кунг-фу. Петипа. Жирноватый ботаник, которого все время обижают стереотипные хулиганы. И он тоже рыжий. И, наконец, профитроль. Сирота, у которого проблемы с дядей. Ииии желудком. Конкретно в этой сцене дядя запрещает ему есть на ночь, что, в общем-то, имеет смысл, потому что это вредно. Но, в любом случае, бедный ребенок засыпает на голодный желудок, что приводит нас к этой сцене. Стоп, что? Давайте еще раз. Я это просто так не оставлю. Я думаю, что тот, кто придумал эту шутку, не только хорошо разбирается во всех процессах, происходящих в человеческом теле, но и корпел на дни целые часы. А, возможно, даже и дни. Ну и да, мы все любим шутки про пердеж, верно? Сколько их еще будет впоследствии? Хоть прямо сейчас счетчик запускай. Одна уже есть. Да, кстати. Должен сказать, что поначалу я путал Петипа и профитроли. Они оба толстые, что вы хотите. А потом я допер, что у умного толстяка есть очки. И все стало на свои места. Да-да, еще один штамп. Вы спросите, что это за команда и в чем ее предназначение. Ответ будет сложным и странным, но об этом чуть позже. Да, привыкайте к тому, что в этом мультфильме часто будут оскорблять как на неживущих, так и давно умерших личностей. В частности, президент Франции пародия на Николя Сарказиев, а министр карикатуры на Франсуа Аланда. Так что там у нас с сюжетом? Позвольте мне представить вам воображариум. Ты что, серьезно? Да, мистер президент и министр Албана, я никогда не был так серьезен. Представляю вам воображение Уильяма Шекспира. О, да, наши великие ученые проникли в мозг Шекспира и слегка изменили пару его произведений. Мозг Шекспира? Что? Забраться воображение человека, умершего четыре столетия назад? Дайте сценаристу Оскар за эту идею. Просто класс. К слову говоря, оцените еще раз качество местной графики в целом и проработку моделей персонажей и анимации в частности. Блин, у людей здесь даже нет ноздрей и слуховых проходов. Мы решили модифицировать книги Жюля Верна, чтобы они из популярных стали очень популярными. Он станет национальным героем. И тогда мы избавимся от засилия этого нелепого да Винча. Это будет новая страница в интернете. Переворот в Твиттере, революция в Фейсбуке. Убогий редизайн ВКонтакте. Хм, какая машина может изменить всю культуру? Шато, если тебе удастся завершить начатое, ты станешь легендой. А если нет, пойдешь на гильотин. Еще одно великое французское изобретение. Как видите, создатели постоянно напоминают о том, что их мультфильм про Францию. Вон даже мим мимо пробежал. Странно, что никто не жрет круассаны, запивая их вино. Короче, этот подозрительный тип оказывается злобным иллюминатом. Магистр, до Винчи нашему секретному братству грозит серьезная опасность. Внимание! Из-за того, что правительство Франции решило переписать книги Жюля Верна, забравшись к нему в воображение, Леонардо да Винчи грозит опасность. Какая здесь вообще связь? В любом случае, он перемешивает страницы книг Жюля Верна, из-за чего все истории сплетаются воедино и превращаются в акханалию из персонажей различных произведений. К слову, посмотрите, какие здесь классные брюзги. Поезд уже пришел. Мы из-за тебя не успеем. А теперь оцените. Телохранители падают, теперь за спиной никого нет, а теперь снова есть. Министр вместе со своим помощником едет к какому-то профессору, и вместе они придумывают план. Эти дети нужны для того, чтобы проникнуть, упаси боже, воображение Жюля Верна и активировать там три переключателя, вернув все в исходное положение. Так как значительная часть мультфильма происходит в воображении, то этим можно обосновать любую дурь. Именно в этом возрасте воображение Жюля Верна было наиболее восприимчивым. Воображение могут попасть только дети. Хорошо. Ты как никто знаешь произведения Жюля Верна. Пьюзипай взяли, потому что он хорошо знает книги Жюля Верна. Ладно. Аристотеля взяли, потому что он вундеркинд. Понятно. Николь знает боевые искусства. Окей. Зачем взяли Профитроля? Простите, а чем я похож на Жюля Верна? Я не знаю, как это сказать. У Жюля Верна были большие проблемы с газами. Вы этим с ним похожи. Простите. Это так мерзко, с какой стороны ни глянь, серьезно. Судя по всему, сценаристы были ярыми ненавистниками Жюля Верна. Иначе как это объяснить? Да, еще данный выбор обосновывают тем, что каждый из этих детей чем-то похож на Жюля Верна. А Николь по сюжету вообще является очень дальним родственником великого писателя. Потомок кузины Жюля Верна, которую тоже звали Николь. Жюль Верн ее безумно любил. Правда, это романтично. Что в этом хорошего? Как можно влюбляться в кузенов? В те времена это было нормально. Наверное, она была очень красивой, как ты. Я тоже думаю, что это романтично. Да, я тоже так считаю. Вообще мультфильм достаточно толерантный. Вот вам еще одна эпичная цитата, которая войдет в аналы шедевров мультипликации. Хрум-хрум, это каннибалы. Круто! Все имеют право быть теми, кем захотят, когда вырастут, да? В любом случае, на героев надевают костюмы из Трона. Зачем? Просто в 2010 году вышел фильм Трон Наследие. Почему бы оттуда что-нибудь не спереть под видом отсылок? Хотя, зачем вам вообще эти костюмы, если их посылает в воображение? Они разве не могут на воображение там все что угодно, нет? Кстати, о такой вещи, как режиссура. Я сейчас ничего не монтировал. Посмотрите, как резко обрываются здесь сцены. Хм, а сейчас мне нужно, чтобы вы это подписали. Вот здесь, здесь и здесь. Что? Да уж. В общем, скоро герой угоняет ракету, которой выстрелили из пушки. Юстон, у нас проблема. Странно, что перед взлетом никто из них не сказал «Поехали!». А что вы удивляетесь? Для создателей ничего святого нет. Кнопка перезагрузки оказывается на обшивке, и профессиональный тролль выходит в открытый космос, дабы жестоко поиздеваться над законами физики и нажать на кнопку в самый последний момент. А мультфильм сам же нарушает собственные правила. И теперь в воображение может попасть кто угодно. Как я смогу попасть в воображение этого Жюля Верна? Мне же не 12 лет, и насколько я знаю, я совершенно на него не похож. Ещё как похож, Торпеда. Ты себя недооцениваешь. В книгах Жюля Верна полно жутких монстров. А насчёт возраста, его всегда можно определить по мозгам. О, да! Конечно же! Герои тем временем попадают в следующее произведение, дабы исковеркать и его. Простите. По-моему, я уже начинаю волноваться. А потом подцепляют слона. Блин, это воображение. Тут всё нереальное. Это имело бы смысл, если бы вы и вправду переместились назад во времени. Кстати, почему у нас мультфильм так обозвали? Если тут никаких путешествий во времени, по сути, и нет. Зато тут есть притянутая за уши любовная линия. Она здесь для галочки и сделана из рук вон плохо. Как, в принципе, и всё в мультфильме. Я обрабатывала рану слона и надеялась, что кто-то мне что-нибудь принесёт. Какая рана? Ты бивень ему обрабатывала? Или он ещё где-то успел пораниться? А теперь, если вы досмотрели до этого момента и вас ещё не стошнило, то вот вам настоятельное предупреждение. Отложите еду как можно дальше. Меня всего раздувает, и я становлюсь как шар. Лучше я спрячусь. А ты накормил меня червяками. Что со мной теперь будет? Сейчас начнётся. О нет! Только не это! Вы начинающий сценарист, работающий над сюжетом детского мультфильма? Вы не можете придумать ни одной нормальной шутки, ни беда. Шутки про пердёж работают безотказно на протяжении многих лет. Шутки про пердёж. Чем чаще, тем лучше. Чем громче, тем смешнее. Ладно, отойдём от этой темы. Что у нас там с подобием сюжета? На воздушный шар нападают враги. И герои начинают отбиваться от них балластом. Хотя только недавно они не могли набрать нужную высоту, чтобы взлететь. Как я и говорил, можно творить всё, что угодно. Ведь это воображение. Поэтому профитроль не умирает при падении с огромной высоты, а мы наблюдаем вот такую замечательную физику. КОНЕЦ Кстати, ещё один важный нюанс – это шутки про политику. Их тут довольно много на самом деле. Нам не слишком много одежды. Надо было показать больше тела. Если купальник будет ещё меньше, то мой рейтинг либо подскочит, либо упадёт. Не волнуйся. Ниже рейтинга этого мультфильма он точно не упадёт. Ещё мы узнаём, что проблемы с коррупцией есть у Франции. Президент одобрил бюджет только на одну камеру. Остальное распилили, конечно. Или вот. В политике не важно, что ты делаешь, важно, что о тебе думают люди. Они думают, что я очень много для них сделал. Ха-ха-ха. Шато стал главой Международного валютного фонда. Потом из-за скандала он ушёл с должности. На следующих выборах его избрали президентом. Знаете, я не против взрослых тем в детских мультфильмах. И пускай большей части даже французских детей они будут непонятны, но всё-таки. Меня другое интересует. В этом мультфильме была сцена, в которой толстый ребёнок испускает газа в пещеру, в которой прячется один из злодеев. А потом через 5 секунд приходит слон и начинает пердеть туда же. Если создатели считают свою аудиторию дегенератами, то почему, по их мнению, они должны понимать сатиру и аллюзии на политику? Вы не видите противоречия? Так или иначе, министр с помощником пытаются выловить из воображения того амбала. Но в итоге выпускает спрута, который начинает крушить город. И этого никто не замечает до поры до времени. После чего они снова едут к профессору за советом. Идиотизм в том, что они два раза использовали одни и те же кадры подъёма на гору. Какая же халтура. Да, кстати, вот ещё один вид шуток. Пытки. Ведь причинение страданий беззащитному человеку это так забавно и остроумно. В общем, Николь не может нажать на рычаг, и в итоге приходит профитроль и разруливает ситуацию. После чего дети разделяются. Амбал ловит Аристотеля и Николь, после чего сбрасывает их в океан. А профитроль с Петипа их спасают. Кстати, оцените экшен. В итоге, Амбала съедает акула. Так как Петипа играл во все стелсы. Петипа играл во все стелси. Туан без труда находится в подводном комплексе нужную комнату и активирует триггер с сочетанием клавиш Ctrl-Alt-Delete. Хотя знаете, я не вижу закономерности. Первый переключатель активирует профитроли, второй он же, третий почему-то Петипа, хотя по сути разбираться в компьютерах должен не он, а Аристотель, но к чёрту. Потом дети возвращаются в реальный мир и сталкиваются с антагонистом с довольно незаезженной мотивацией, надо сказать. Это заговор, они хотят, чтобы их не было. Леонардо, Наполеон, Шопен, Бетховен, Майоматеида. Все, все они левши. Но его всё равно сливают. Да, кстати, ещё раз о режиссуре. В руке есть пистолет, теперь нет, а теперь снова есть. О, логотип разработчика, отличная отсылка. На самом деле нет. Сегодня мы отдадим дань уважения великому, но недооценённому писателю Жюлю Верн. Кем недооценённому? Создателями этого шедевра? Я уже начинаю думать, что это просто такой толстый троллинг. Напомню, что сценаристы высосали из пальца в середине мультфильма новую угрозу. Гигантского спрута. А так как армия Франции имеет не самую положительную репутацию, то героям приходится самим с ним разбираться. Петипа спасает хулиганов изначально, толкнув их в мусорку. Хотя они сами могли там спрятаться. А нам под конец подкидывают драму. Ты знаешь, как сильно я любил твоих родителей? У меня никого, кроме них, не было. Когда их не стало, я винил в этом тебя и глушил свою боль алкоголем. Да блин, всё, что сделал этот его дядя за весь мультфильм, дал ему подзатыльник, забрал мелочь и запретил есть на ночь. Невероятная тирания. Просто драма тысячелетия разыгралась на ваших глазах. В итоге спрута отправляет обратно воображение. А нам рассказывают последствия всех этих событий. Из-за сокращения бюджета, проект Воображариум был закрыт после первой и единственной телепортации. Но все, кто в этом участвовал, проживут очень интересную жизнь. Очень рад за них. Хотя бы за дело на сиквел нет, уже хорошо. Шато нанял Петипа, чтобы переписать книги Жюля Верна. Да отстаньте вы от книг Жюля Верна, изверги. У него до сих пор проблемы с газами. Нам очень важно было знать об этом. Чем закончилась история с писателем? Петипа все так исправил, что Жюль Верн стал самым известным писателем-фантастом в мире. Ну а это вы теперь и так знаете. Нет, Жюль Верн стал известен не благодаря тому, что какой-то школьник переписал его книги. Все, я не могу. Заканчиваем. Данный мультфильм просто отвратительен со всех сторон. Aronox Animation Studios, располагающийся в Перу, вообще известен своими страхолюдными мультфильмами. Особенно весело читать про их элитную академию 3D-анимаций, профессионализм работников и огромные производственные мощности. И где все это, а? Ужасный сценарий, мерзкие шутки и отвратительная анимация сочетаются здесь непонятно зачем прикрученными каламбурами про политику и какими-то дурацкими упреками в адрес великих людей прошлого. Везде вижу и слышу имя этого итальянца. Суть в том, что им каким-то образом удалось заманить в своей сети Кристофера Ллойда и с помощью пыток заставить его озвучивать профессора. Я так думаю, потому что не хочу, чтобы такой человек добровольно согласился участвовать в этой вакханалии. Впрочем, не стоит забывать, что он озвучивал Клибборда в том же Фудфайт, так что да, док уже давно не тот. А еще в 2013 году эти уроды выпустили мультфильм в Америке, обозвав его Freedom Force, заодно опорочив еще и одноименную компьютерную игру. Прекрасно. У меня нет данных о бюджете, но я знаю, что они пытались нехило так навариться на мультфильме и даже выпустили... игрушки? А, ну да, это же был самый харизматичный персонаж последнего десятилетия, о чем я вообще говорю. Я даже не могу сделать скидку на то, что мультфильм из Перу. Меня страна изготовителя вообще не интересует. Хотя представьте, если бы его делали в России. Пародии на Путина и Медведева, противостояние Толстого и Гоголя, куча стереотипов и прочие прелести. Я рад, что мои соотечественники до такого пока не додумались. И удивлен, почему в 2012 году не произошел конец света. Не смотрите продукцию Aronix Animation. Берегите свои голоса и психику. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин